24 том книги открытым оком вопрос номер 3689 тема община какая связь у вашей общины с вашим бывшим и епископом и как он проявляет себя после объединения отвечает игнатий тихонович лапкин связи практически никакой нет мы на литургии поминаем его вместе с митрополитом лавром для нас все осталось по-прежнему благословенным и добрым решением священного синода русской православной церкви от 16 мая 2007 года назначен епископом домодедовским викария московской епархии епископ евтихий является временно управляющим приходами российской церкви в москве и санкт-петербурге но вот из интернета узнаем что он дал интервью и и дмитрий карпенко владыка уже прошло почти полгода с момента подписания акта о каноническом общении внутри русской православной церкви какие бы вы могли назвать итоги этого объединения что на ваш взгляд положительного сверху совершил свершилось какие вопросы еще предстоит решить какое каково ваше видение ситуации на сегодняшний момент епископ евтихий вопрос достаточно обширный поэтому постараюсь в общих чертах положительные итоги вы сами знаете наверное думаю что каждый православный христианин знает что самое положительное в том что мы исполнили одну из евангельских заповедей о необходимости единства потом преодолено предубеждение которое разделяли зарубежная церковь и московский патриархат я думаю это самое большое приобретение для нашей диаспоры российской а для тех кто оказался в зарубежной церкви не покидая россии это в первую очередь хороший урок тех правил которыми нужно руководствоваться в церковной жизни то есть возвращаемся к вечным истинам о смирении послушание терпение мы очень часто за дело принимаемся с горячностью и своеволием но результаты бывают или совсем незначительными или бывают еще и так и у нас это произошло побочные результаты которых не планировали когда органе за организовывали приходы зарубежной церкви в россии это был соблазн для многих и те люди которые поддались этому соблазну они еще до сих пор многие не могут выйти из него а все дальше уходят в дебри расколов своеволия и самонадеянности самый главный результат для россии в том что прекратили мы этот соблазн и романах агафангел белых владыка и какова же теперь судьба тех клириков и прихода в зарубежной церкви которые существуют на территории россии епископ евтихий некоторые приходу уже перешли в московский патриархат перешли совершенно безболезненно некоторые клирики также перешли в московский патриархат а остальные буквально восемь приходов на всю россию которые думаю все пять лет данные нам священноначалием для плавного вхождения в московский патриархат будут использовать для осуществления самостоятельной церковной деятельности но здесь я думаю нам предпринимать в первую очередь следует усилия чтобы они не замыкались общались и видели что приобретают а что теряют в результате этого обособления конечно эти приходы теряют молодежь то есть такой работы с молодым поколением которая есть в приходах московского патриархата у зарубежных российских приходов нет воспитывать кадры священнослужителей такой возможности нет давать духовное образование для священников тоже нет а это все жизненно необходимые вещи потому что для тех людей которые продолжают упорствовать в расколе устраивают новый раскол характерное отсутствие богослов богословского образования то есть и безграмотность которая позволяет им выдумывать какие-то самопроизвольные вещи под видом борьбы за чистоту православия как в отношении канонического права так и согласно основным евангельским принципам их поступки никак не годятся для верующего человека тобольск октябрь 2017 2007 года евангелие от луки 6 глава 39 стих сказал также им притчу ты притчу может ли слепой водить слепого не оба ли упадут в яму псалом 49 стихи 16 по 21 грешник уже говорит бог что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твой а сам ненавидишь в наставление мое и слова мои бросаешь за себя когда видишь вора сходишься с ним из прелюбодеями сообщаешься уста твои открываешь на злословие язык твой сплетает коварство сидишь и говоришь на брата твоего на на сына матери твоей клевещешь ты это делал и я молчал ты подумал что я такой же как ты и изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои и соглядатаев в пределы ханаана отправил моисей и от пустыни цин пройдя до реха пройдя до рехова достигли тех долин хевронских где стоят шатры сынов енака в одной из тех долин цветущих словно сад где воздух полон благоуханием пряным и меж гранатами яблоком румяным лозою стелется гигантский виноград они набрав плодов из кистью виноградной такую сочную тяжелой и громадный что двое на шесте с трудом ее несли обратно к племени обратно к племенам израиля пришли и молвили они явясь перед моисеем мы были в той стране куда господь ведет воистину текут там молоко и мед и благо в стране да будет иудеям чумина